Углич. Стройные торжественно отражаются в Олжской глади его древние строения. Легкие главки церквей, силуэты деревьев. Практически такими словами начинается каждый путеводитель по городу Угличу. Углич привлекателен своей богатейшей историей и экологией. Уже на протяжении трех лет существует программа въездного и внутреннего туризма. Возникает вопрос, удачно ли сложился этот летний сезон. На мой взгляд, сезон складывается успешно для города. Но здесь нужно обязательно сделать уточнение. То, что касается туристов, которые прибывают к нам на теплоходах, а это конкретно конкурсантов, то рост количества таковых предполагается примерно в пределах 10-15%. То есть, если в прошлом году город посетило 150 туристов, то мы можем сказать, что где-то 160-165 туристов, дыхающих, в течение этого сезона побывают в городе. Но самое важное, что мне хотелось ответить, на чем заострить внимание, что в этом году у нас уже полноценно работает гостиница, центральная гостиница вновь открытая. А это уже не экскурсанты, это уже полноценные туристы, которые пользуются всем спектром инфраструктуры туристской, и размещение, и питание, это досуговые мероприятия, это покупка сувениров, это максимальное количество культурных туристических программ. И здесь, конечно, при загрузке гостиницы до 60-70% это, конечно, скажем так, значимый результат. Каждый год увеличивается поток туристов благодаря выгодному геоэкономическому положению. Это пересечение трасс, связывающих Углич с Москвой, Тверью, Ярославлем, Костромой. Серьезен ли туризм как налоговый источник для нашего города? Нужно сказать, что состояние туристской сферы ведь оценивается по основным таким показателям. Это объем реализованных услуг, это количество занятых в сфере туризма, и, конечно, налоговое поступление в бюджет. Нельзя сказать, что мы здесь особо отличились среди всей плеяды туристических городов, туристских центров. На наш взгляд потенциал города значительно выше, и доходы могут достигать и 10-12% уже на сегодняшний день при туристском потенциале города. Но реальная картина пока складывается таким образом. Объем всех платных услуг, если говорить о валовом продукте округа, составил где-то 45 миллионов рублей или около 4%. Нельзя еще сказать, что наша туристская сфера в нашем округе имеет такой отчетливый характер. Важной отраслевой направленности пока еще, конечно, нет. Существует много показателей, влияющих на развитие туристской инфраструктуры. На это влияет активность самого населения, предпринимательских инициатив, насколько они способны вступать в бизнес, работать в бизнесе. На это, конечно, влияет возможность получения памятников под объекты туризма, получение кредита. Как было сказано выше Евгении Николаевной, подавляющее количество туристов – пассажиры теплоходов. Но, к сожалению, они проводят здесь лишь несколько часов. Мы посмотрели в Угличе Спасо-Преображенский собор и цирковь Сыревича Дмитрия. К сожалению, у теплохода короткая стоянка, и мы не имеем возможности посмотреть весь город. Чтобы избежать этого, в городе постепенно развивается гостиничный бизнес, услуги питания и развлечений. Кирилл Толченов, Павел Абаляев, Углическое общественное телевидение. Кирилл Толченов, Павел Абаляев, Углическое общественное телевидение.